всем привет добро пожаловать на мой канал снимаю сегодня как вы уже поняли влог такой небольшой хобби влог хочу показать вам новинку я знаю что уже многие показали многие успели получить я каким-то чудным образом одна из первых заказала по предзаказу и получила чуть ли не последняя ну к сожалению так бывает с заказами в общем получила наконец-то своего кербера за носа земля мифов экстремальная раскрасочка это издательство exmo если не ошибаюсь давайте смотреть где смотреть ну скорее всего да и это exmo она прошита еще и видимо проклеена бумага я вам не скажу прямо на все сто процентов потому что у меня кожа рук если слышно очень сухая мне сложно оценивать качество бумаги но не знаю как не показала что она также как вот не что тут на столе как раз мироморфоза и так далее я не сказала бы что это что бумага прям похоже на хрупкий мир но опять же я не могу утверждать потому что хрупкий мир у меня зарубежное здание здесь российское издание поэтому на сто процентов не скажу но тем не менее неплохая пока что на первый взгляд бумага многие девочки раскрашивают говорят что не протекает поэтому будем надеяться что не протечет ничего ну как вы понимаете кстати на удивление обычно у него и обложка и потом этот титульный лист первый лист всегда похожи и потом еще в процессе где то есть такая же иллюстрация но в данном случае здесь вот он вставил медузу что конечно радует не будет повторяться также в его стиле первых два по моему первых два разворота это первый книга принадлежит да ну и второй собственно говоря да в его стиле как говорится но здесь по крайней мере хоть интересно раскрашивать да как то и так вот поменьше мелкотни все таки эта раскраска уже посвящена мифам всяким мифическим созданием не совсем то что я ожидала конечно но будет интересно пораскрашивать давайте чуть-чуть полистаем я знаю что многие уже показали но как я сказала я тоже хочу показать похвастаться что у меня она есть в конце раскраски описание всех этих вот мифических созданий ну и давайте может почитаем так здесь у нас 1 на самой первой страничке это медуза понятное дело всем дальше мостовая гиганта все северная ирландия интересно дальше вот такой вот олень белая лень восточная азия ну я так понимаю здесь что-то мифическое что-то вот ну как тут просто белая ли дальше суругами замок мацумото япония следующее что у нас фильм макул что тут мостовая нет даже прошу прощения тор не туда посмотрела думаю что одно и то же тут у нас какой-то грифон мина кава филиппины какая-то вот неведомо зверушка здесь вообще прям что-то тифон вулкан этно италия дальше вот такая вот забавная зверушка это у нас капа япония здесь вот какой-то осьминог химера турция и ну и понятное дело все я думаю узнали побега россия дамба объекта россия дальше речной змей это у нас и по водопад подковок это канада интересная конечно иллюстрация ну давайте просто полистаем я думаю все уже посмотрят потом чтоб не не туда-сюда не дергай такой вот я конечно ждала когда был выход первый анонс когда заговорили о раскраске я конечно ждала все таки именно земля мифов что-то из-за фильмов месть каких-то да вот что то такое но тут не совсем из фильмов поэтому да ну тоже будет интересно может рассказать хотя некоторые иллюстрации вводят небольшой ступор здесь допустим лев козел хвост вот как вы видите змея как это все здесь у нас вулкан и конь какой-то такая вот нимфа лесная скорее всего так сейчас мы сейчас я вам скажу даже не знают на 27 страница я опять что на так аске фро скона швеция это такая ну в общем лесная что-то лесное а дальше у нас аркнейские острова шотландия финн фолк такие вот не знаете что напоминает атлантида на маяке там вот эти вот амфибии какие-то там все время нападали на маяк по ночам отбивался страж маяка что-то в этом роде такой фильм был ну и был есть и вот они как раз похожи чем-то он дальше у нас понятное дело то я поняли что тоже там духе японское море так далее но это наверное нити судьбы три сестры скорее всего так скорее всего так хотя опять же вот 32 33 давайте посмотрим эти два мойра игре сада это мой рот и сестры которые плетут нити судьбы вот они дальше опять вот это вот что-то с чем-то китай японии тогда все хвост вот этой вот лисы которые мы предыдущие раскраски красили да здесь вообще конечно за гранью баке кодзира японское море конечно да немного странновато иллюстрация конечно специфические на любителя здесь вот но есть которые я конечно сомневаюсь что буду красить допустим вот тут вот вроде как и но не знаю не совсем понимаю здесь у нас 37 прям интересно по тупо эрих лес вайпу а новая зеландия ну тут по крайней мере как-то предельно ясно вот такие вот чудные персонажи то есть здесь очень много смешанных даже вот раскрашивать смешанные даже должны быть по сути какие-то не знаю но не то чтобы техники но вот есть ту облака до неба бака здесь опять же вроде неба но я так подозреваю что это вроде как северное сияние здесь горы здесь в общем да некоторые иллюстрации в теории как бы понимаешь как их красить но не совсем понимаешь как это сделать здесь вот очень напоминал мне геркулеса но я смотрю если у него один глаз вы нибудь циклоп грифон карпаты восточная европа грифон пусть будет грифон опять же вот такая вот что-то типа химеры какая-то штукенция сцилла и хариба мексиканский пролив такая штука здесь вот очень интересно но здесь уже хотя бы можно да как-то раскрасить как-то можно раскрасить тролли ну более понятно здесь на феникс или что-то в этом роде на феникс правильно на удивление ну вот такие вот штукенции акробам в общем непонятные штуковины и вот их здесь очень много и конечно некоторые немножко в ступор очень вот эта иллюстрация тоже нравится красивая дело за малым чтобы вот это все акварель держала бумага потому что здесь иллюстрации явно под акварель ну конечно можно и карандашами кто может но я не уверена например что я карандашами столько вот справлюсь смешать намешать сделать поэтому да будем надеяться что выдержит она акварель но вот эти вот не напоминают вообще если честно они мне на ну да россия гамаюн и алконост могущественные духи и славянских сказаний ну я помню что где-то я их видела такая вот интересная штуку на некоторые иллюстрации как-то друг друга напоминают из предыдущих рассказок да вот так где-то смотришь детальки просто чуть изменены или добавлены по факту они напоминают ну вот допустим господи человек волк то оборотень этот то есть в драконе она иллюстрация разворот просто волк да здесь уже как-то вот чуть-чуть это у нас румыния роскошный специально так но тут больше при каличии и стригон замок бран румыния видимо соединил но здесь понятное дело вампир вербульф и так далее здесь вот тоже очень красивая иллюстрация но опять же это все соединить конечно здорово вот очень красивым безумно красивая иллюстрация собственно это тоже рядом но если не брать во внимание конечно эти водяной не брать во внимание конечно черепушки вот такая вот интересная что в общем есть что пораскрашивать на любой вкус и цвет но как по мне мне кажется больше знаете парни кто вот такую тематику любят кто раскрашивает наверное больше парням девочки тоже с удовольствием я думаю будут красить но все-таки мне кажется здесь уже прямо так мужская больше раскраска вот какой-то такой интересный чудик не знаю муж что за чудо-юдо вот без страшилок без каких-то иллюстрации такие вот китайские я так думаю на той китай что-то в этом духе но здесь на горгуле похоже больше но навряд ли до 77 так 4 неделя и сида египет так радужная рыба и ванде это горгули до собор парижской матерь просто фильм смотрела как раз про горгулей франкенштейн там вот как раз те горгули похоже по крайней мере что-то узнаваем и ну хоть как-то можно да уже представлять как раскрашивать какая-то вот паучиха такой вот русал непонятный непонятный аира наверно какая там а это водопад вообще конечно очень интересные иллюстрации мне кажется парням будет здорово кто любит такие всякие мимифические существа какие-то есть по многим игрушкам я смотрю иллюстрации но которые встречаются в игрушках сейчас модно по фильмам по рассказам игрушки делать парням наверное вообще будет прям вау эта раскраска ну и девушкам кто любит эту тематику так 84 то у нас краков польша какой-то дракон очень интересно конечно иллюстрация но и последние с обложки это у нас атланты греция в леческой мифологии атланты ну и само по самому собой описаловка но здесь тоже вот кстати в отличие от многих рассказок поменьше уже вот этой мелкотни все то есть можно запросто по раскрашивать эти золото камушки кристаллики змеючка ну а здесь сделали вообще здорово как продолжение вот такая вот замечательная раскраска любом случае рада в любом случае я знала что я ее куплю до этого была тоже раскраска но я так понимаю там сборник в очередной я не стала сборник брать их уже достаточно ну а здесь все-таки есть некоторые иллюстрации которые мне прям очень хочется попробовать раскрасить я надеюсь что получится но сейчас преимущественно все оленя бабу-югу красят да еще чем мне нравится именно это издание ну сама раскраска я имею ввиду не издательство а раскраски чем этот вам нравится здесь все мифическое то есть вы можете разгуляться неважно можно по книгам красить как они выглядят в мифов на самом деле да ну по крайней мере как мифах мифах написаны описаны написаны эти все зверушки а можете разгуляться может воображение можете красить как вам хочется в любом случае это мифические выдуманные герои по большей части и соответственно можно красить как угодно вообще класс просто шикарно так что будем экспериментировать я приготовила уже обложку хочу одеть но у меня непосредственно было они наверное будет больше для зарубежного издания подходят по по размерам но я это не проблема опять же хочу отрезать обрезать ее и одеть она достаточно плотненькая пусть будет можно конечно в пленку одеть но пленка со временем все равно и углы и все это вот это вот портится поэтому я думаю можно будет обрезать одеть и тоже будет хорошо вот такая у меня новинка всем спасибо кто был со мной спасибо за внимание кому понравилось пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь кто уже красит рассказывайте как вам здесь красится как бумага чем предпочтительнее здесь вам красить будет интересно послушать но всем хорошего весеннего настроения и пока пока